В погожий летний день вы с друзьями или семьей берете мангал, мясо и отправляетесь на природу отдохнуть. Однако отдых может быть испорчен, если ваш пикник обнаружат строгие мужчины в погонах и не обязательно. Как это произошло в ходе профилактического рейда на озере Большом во Фрязине. Разведение очагов открытого огня, также очагов предотвления пищи запрещено. Незаконодательное нужно, что преследует административная ответственность. Прилагаем вам самостоятельно устранить. Этим жарким летом на всей территории Московской области постановлением губернатора введен особый противопожарный режим. Он запрещает разведение открытого огня, в том числе и в мангалах. Искра может перекинуться на расположенное рядом дерево или сухую траву, и вот он, природный пожар. Жарить можно только в специально оборудованных местах, которых у нас, прямо скажем, немного. Так что у проверяющих есть право лишить вас не только удовольствия от отдыха, но и серьезной суммы денег. Штрафы, которые предусматривают следующие. На граждан от 10 до 20 тысяч рублей, на должностных лиц от 30 до 60, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица от 60 до 80, и на юридических лиц от 400 до 800 тысяч рублей. В популярных местах отдыха жителей профилактические рейды проходят регулярно. В них участвуют сотрудники МЧС, отделы надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Щелково, представители администрации муниципалитетов, полиция, лесоохрана, спасатели. В лучшем случае проверяющие просто заливают костер водой, вручают памятки. В худшем – составляют протокол об административном правонарушении и выписывают штраф. Однако до этого доходит редко. Большинство нарушителей подчиняются требованиям закона. Наша главная задача – это не наказать рублем, а все-таки предупредить граждан, поговорить с ними про соблюдение требований правил пожарной безопасности. Территорию водоема патрулируют как по суше, так и с воды. Ищут дым от костров и параллельно спасатели выполняют свою обычную работу. Напоминают пловцам, что нельзя заплывать за буйки, прыгать в воду с деревьев, а родителям – оставлять детей в воде одних. Все-таки их задача – не испортить отдых, а сделать его безопасным. И это в наших же интересах. Ирина Микеда, Щелковское телевидение. Продолжение следует...